Сто с лишним десять человек, считая Балты, старый, средний, молодой партнер. Другой раз того, что штатная численность заодно, а реальные бывые потери привели к очень серьезному снижению. Но дело здесь не в численности, дело в тех идеях, в той роли, которую убирала гвардия, предшествующие два года. В 14-м году вообще была война в Англии, ни одного сражения из 93-х сражений, которые давно были в кампании в 19-м году, не прошло участие в партнете. Впрочем, участие потрясающее. Они хранили войска союзников при любом соотношении сил. А те немногие батареи, которые выиграли союзные войска, они были выиграны за счет не просто превосходства сил, а подавляющего перелиза. Достаточно сказать, что в сражении по два размера, 1-го управляющего 14-го года, 32 тысячи французов были атакованы 100-400 тысячами сайтов. Причем не в лоб только, а еще и с фланга. Концентрический удар вдруг старого, и на плену держался целый день. Пять судьи в полном паре. Так что, кампания 14-го года, это подтверждение того правила, как это силы и салонны. Есть только нечисленное превосходство. Если бы не предательство тех, кто находился в Париже, а в этой ситуации очень многое, что они удают в этих примерах, каждый начинает задуматься о собственной тюрьме. А что же будет потом? Ну да, он им дракова, Наполеон его всегда смогут спасти. А я над чем буду заниматься. И в фильме Сергея Майдоровича Старшова, он прекрасно показывает этот момент. Создаваться, петлируя, для того, чтобы вы могли сохранить свой титул, который дал вам я, обращаясь к Наполеону своих маршек на эту целую поправку. И в то же время маршеру говорят, что армия пойдет за своими генералами. Армия пойдет за мной в звезды, если дам еще одну победу. Но дальше, чтобы победу в Сынском городе, он не поскорил. И вот старается ситуация. С одной стороны, Наполеон отрекся и готовится его отъезд. С другой стороны, остаются войска, бесконечно преданные своими умениями. Остаются люди, самоосознание которых кричит, выбьет против того, что боится во Франции. А во Франции возвращаются. Возвращаются те, кто в Британии сжигал деревни с христианами, если те отказывались поддержать границу. Возвращаются те, кто в Восточном департаменте, как Франции, резал переменых женщин во время Британских войны, чтобы они не могли произвести на свет новых республиканцев. Вот эти люди возвращаются. Причем не просто возвращаются, а с желанием вернуть все и вся на своих листах. Их владельцы прекрасно понимают, что им в этой новой Франции места нет. В то же время, Наполеон, прощаясь со своими солдатами, произнес эту знаменитую речь. Вот здесь, на картине Ара Саверне, показан момент прощания, Фонтенбло 20 апреля 2014 года, например, он говорит, офицеры, генералы и солдаты из старой гвардии, майор закончил, служить уже первой новой Франции, служить своей Родине. И, исполняя нога с иммиратором, основная масса гвардии остается во Франции. И вот с этой массой гвардии нужно было что-то делать. Авторитет возит огромный, новая королевская власть еще шатается, и начинается мучительный политический и военный процесс встраивания вот этих самых преданных наполеонов людей в новое королевское французское общество. На картине Ара Саверне мы видим не только самого наполеона, видим людей, которые до конца были его претены. Вот, на моем случае, генерал Кэй Ти, командир пешего генерального императорской плаги. Знамя первого пешего генерского полка держит второй лейтенант Луи Форти. Лицо закрыто руками, но известно, что справа до левого песка лицо пересекало шрамы сабельного удара, потому что он в Египте. Он был безграмотный, этот офицер. Но заслуги его предфранции не остались незамечены. Ну, в принципе, на это шли. Знамена обычно носили в полках, не только в гварде. Офицеры, которые, в общем, перспективно выглянуть не имеют сил, так сказать, или обнеграмотности, или отсутствие нужных знаний. Но выкинуть такого человека со службы под предлогом, что ты не списываешься в некие рамки, в некий крэ, как говорят, тогда такое было предупредить невозможно, поэтому мы самому их назначали на новости знаменосцев. В группе справа мы видим офицеров, в том числе и союзные армии. Это будущие военные комиссары, в английский. А на самом деле, говорит, это вот лицо. Это наш, Павел Шувалов, генерал, аккютант Александр I, который будет сопровождать Наполеона на острове Эльбом, который спасет его в Миньоне, когда толпа рейлистов, а проще говоря, ботистующих червей. Никакой идеологии там не было. Толпа, извините, швала, пьяная, наглая, безответственная, попыталась разгромить наполеона, и Шувалов просто отдал ему свои руки, замаскировал его руки. В благодарность он подарил ему свою самую, которая была симпетитетом. Он прилетал их три штуки. Одну он подарил ворону Буко, вот он здесь представлен. Но это было уже позже, в 15-м году. А одну подарил ворону Шувалову. Он вернулся в Россию, естественно. Все мы знаем, что на северной окраине нашего города Ешуваловский парк а там два пункта. Шепер и Наполеона и просто Наполеона. Так что они появились не случайно. В рамках нашего славного с вами города. За фигурой Наполеона ворон Фе, личный секретарь-император, человек, оставивший прекрасные мемуары о Компании 14-го года, Компании 13-го года, у всех событий в Сент-Эн-Бо, когда в течение двух недель пытались спасти положение Наполеона под конец этого вынужденного отречься. Здесь же гвардейцы, офицеры и солдаты гвардейских полков, которые в последний момент, в момент прощания, пытаются выразить ему свои чувства. 20-го числа в тот же день полет покинет в Компании 14-го и двинется на остров Эльбома. Вслед за ним пойдет небольшой отряд, около тысячи человек. В состав этого отряда изначально хотели включить только пеших педалеров в Старный парк. И генерал Петин активно педалеров в спад и вместе с генералом Фианом. Но был еще один генерал. Генерал Петля Клозо «Будущие военные истории Франции». Прекрасная книга об истории погода в 1812 году. В 1812 году в России. Вообще он был генералом официального командования и шли не веряне императорских властв. Он высказал свое, как говорится, фе. И в результате батальон Бополеона, Завинитый Эльбинский батальон, был составлен из шести роты. Первые три роты. Это пеший ягерян. Вторые три роты. Это пеший генерал. Кроме этих 500 небольших человек, состава отряда вошли гвардейские военные. 22 человека. Гвардейские артиллеристы. Тоже порядка 20 экономиров. Добровольцы. Все добровольцы. Все те, кто шел в этот отряд, в изгнание на этот преддобровольцы. Добровольцы было огромное количество, что они как всех взяли, только те, кто физически был еще способен нормальным структурам, потому что следовать на Эльбинский батальон нужно будет своим порядком. Своими двумя наглядами. Помимо этих подразделений не могли не взять отряд польских гвардейских военных. Знаменитые поляки Наполеона. Солдаты, отслужившие ему не просто верой и правдой, а предминутомозно-костей. Знаменитые польские шеволежеры. Вообще, к этому моменту в Украине в Шентгенбоке сконцентрировались воисты альерные наполеоны, было порядка полутора тысяч польских солдат в Ордейске. Это были польские шеволежеры, были польские ванно-разведчики, это были Крамусы, это были вообще поляки, оставшиеся еще с эпохи Вискинского региона. В округовечьях поиск был поставлен генералк-россинский, а его завеститель Павел Грешмановский, вороной пеге, тот полковник в Ордейске-Твалеи, возглавил Искальевану Наполеона сто с небольшим садом. Из них два вовконного строения, и остальные в бежевом, потому что лошадей их не было. Конские потери в Кавалерии были страшными в эту компанию. Почти треть в Кавалерии вообще была в бежевом строю в каком-то моменте. Сидели в немцы. Этот ответ проследует вслед за Наполеоном, и через две недели после этого он пригоден на ТЭП, выставился там, что Наполеон, скарг генералу Кангурону, который сопровождал Наполеона, был командир в этой маленькой армии в немецкой. Наконец-то я могу быть спокойным. Моя главная сама. Этот батальон Наполеона, как его называли, вот этот батальон Наполеона, как и там было я, артилерий, и дворей, имел в свое собственное знамя на белом, на белом, на белом, на поле, косая полоса с вытканными пчелами, полоса темно-малинового цвета, кармазинного цвета, прошу прощения, кресла, который поселился, вот они такого цвета. Этот батальон был распределирован в порту Ферраева, и как только Наполеона прибыл на Ампель, начались активные преобразования на острове. Он не мог сидеть и сделать. Он вкладывал свою энергию, силу и деньги, в том числе, во все, во что победил. Начались работы по ремонту дорог, по ремонту порта, гавани, исправлению крепостей. Все те войска, которые были к этому моменту собраны на Ампель, а там был свой собственный организон, тоже порядка двух тысяч человек, все эти войска были преобразованы в армию острова Ампельбы, вот ее командирный рассталтный урон, и все эти войска были активно задействованы в преобразовательных работах. Поэтому до сих пор на острове Ампель, в Средиземном море, добрым словом напоминаю прандинских солдат, вот такие гвардейцы Наполеона, которые порядка десяти месяцев правил острову АОН по соглашению с агитинами королем острова Ампель, в Днепровской эстинаме, хотя бы формально его монарным суверен, хотя, конечно, после того, как ты владеешь половиной мира, владеть это маленьким островом это было лучше, наравне со сменой. Но чем и ныне процесс пошел, и в моем следующем докладе, через неделю, я расскажу вам более подробно, что произошло в результате строяного острова Ампель и с его судьбой уже в 815-м году. Вернемся во Францию. Для того, чтобы войска, которые имелись на лицо из состава гвардии, для того, чтобы преобразовать войска, нужно было на улице в порядке, нужно было собрать в одном месте, а гвардия на панечном 14-м году воевала не во Франции. На севере в составе корпуса неравной зоны воевала две пехотные, однако, в левицкой милиции. Часть поиск гвардии находилась в крепостях на территории Франции. Это были солдаты оставшиеся там в виде утомленных, раненых на излечении и всех нужно было собрать. Нужно было пересчитать этих солдат, пересчитать количество офицеров, решить того, из них оставить, кого нет. И весь этот процесс осуществлялся с одной стороны королевским правительством Франции, а с другой стороны теми генералами, маршалами, которые попытались даже в этой ситуации что-то сделать для своих подчиненных. Как пример могу привести гвардейский иконный егерский полк, знаменитый иконный егеря, который все в правиле капулеона строили его личную охрану. Этот полк насчитывал в конце кампании 13-го года полторы тысячи сетей. Огромный гвардейский полк, когда его собрали коммерсально и выстрелили наконец для последнего смотра, в общем, это была гвардейская физика. И вот маршал гвардейская гвардейская Wirkawa Ваш гвардейская AC. Стар издевок и образом дать средства существования. А ситуация сложилась с следующим образом. Королевы должны сделать две вещи. Основную массу гвардей распустить по армейским частям. Это касалось гвардейской артиллерии, гвардейских барьков и инженеров, все пехоты и кавалерии молодой и средней гвардей, а остальные части, знаменитую старую банку, преобразовать так называемые королевские корпуса. В середине 18 века, в начале правления королевы 15-го, решили сделать такой эксперимент. Собрали все гренадеры французской армии в одном из них. Образовали королевский корпус гренадерного Франции. Но о том выяснилось, что гренадеры, как солдаты, как профессионалы, в первую очередь подвели в своих полках. И корпус был расформирован, и военный министр короля, генерал Дюпон, как тот самый дюпон, который капитулировал в Испании, который, в общем-то, поставил себя в очень нехорошее положение в своей капитуляции 1801 году, все его считали предателем, написал следующее королеву. Франевуя корпус королевских гренадеров, мы достигнем ситуации, что у старой партии будет твердая организация. Создание же элитных частей с известным прежде в армии наименованием проводит достойное уважение воспоминания, а главное – польстить самолюбию старых войн. В итоге постепенно сотрутся воспоминания о том, о чьем командовом они привыкли ходить в походы и одерживать победу. Они станут полностью предны опустейшим дону буквально и послужат в этом господину примера государственной армии, как они служат примером храмов для них. По сути дела формирования корпусов Франции – это хитрый политический ход. Собрать победу под контролем и обзором отборные войска, феноменальные предыдные и прежние решения. С другой стороны, постепенно нивелировать эту преданность, заменить ее преданности абстрактно, не лично в Болеоне и Франции, но просто Франции. И не просто Франции, а Франция будет лишь продумать другого. И вот постепенно начинается процесс переформирования. Армейскую пехоту пополняют полки молодой гвардии. Террореры и вальтежеры молодой гвардии, которые были, соответственно, переформированы в армейскую пехоту. Вот они, пожалуйста, здесь у нас, вот эти вальтежеры, террореры. Пошли в состав армейских пехот. Гвардейскую артиллерию следующий персонаж, раскассировали по армейским армейским полкам. А офицеров гвардии, вот здесь мы видим как раз офицеры пеших пеналеров, там сложилась ситуация очень тяжелая. Многие из этих офицеров большинство, по крайней мере, те, кто служил в партии до больших нескольких лет, они были очень заслужены в валенте. И помимо своего большого, хорошего жалоба, который они под этим не заслужили, они имели пенсии, как кавалеры, в армейских пеналеров. Это были большие деньги, серьезные средства, которые позволяли не только самим достойно жить, содержать себя, но и помогать своим семьям. А поскольку войны в ближайших лет не было, перспективе не было, то всех этих офицеров перевели на половинное жалобное, и вместо тысяч франков они стали получать сотни. При том, что цены в стране только что пережившие вторжения и неприятия, только что пережившие большие двойники, которые в целом в стране остались прежними. Гвардия, верный приказ Раполеона, поначалу не стала возмущаться. Что делать? Воля есть воля, воля императора не священному, а всплевненная им власть, власть короля, поначалу не очень сильно натирала за ним. Вообще практика надзора за военными, самая, кстати, распространенная ее времена, в Франции, она была очень, кстати, хорошо показана в фильме, я, вы знаете, не сильно люблю английский кинематограф, но в фильме Риттер Скотт «Наполеону» очень хорошо показана атмосфера отношений бывшему бревновским военам, которая творилась во Франции в конце десятых, в начале двадцатых годов девятнадцатого века. В общем, вплоть до революции 1630 года, как все, кто раньше служил Наполеону, относились ну, как вот, к тем генералам-офицерам, которые у нас в сорок первых годах выпустили из людей, поскольку команды не было уже не этого, и в общем-то, когда в полках начали командовать капитана, в лучшем случае майора как полковники, очень сложно было воевать сверху. И вот, как вы знаете, в июле, августе и сентябре сорок первого года была выпущена часть, значительная часть офицеров, когда сидевших, и вот к выгу представили каждому соответствующего товарища и соответствующих компетентных органов для того, чтобы наблюдать за его победили. Не знаю то, что Сталин сказал, что они не заставили, а не воевали за Родину. Понятно, сказали-сказали, но тем не менее поступили, так как устал от них. Так вот, во Франции, в том же время, было примерно то же самое. Другой разговор был, что эти офицеры, они все были неуделы, и очень составляли такую взрывоопасную массу людей. Особенно это касалось тех мест, где гарнизонами встали вот эти самые королевские корпуса. Было сформировано шесть королевских корпусов. Королевский корпус пеших егерей, туда важны бывшие пеших егерей старой партии и бывший корпус фюзеров 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 фюзеров. Королевские генадиры, в котором я уже говорил, соответственно, бельдеры старой партии и фюзеров фюзеров. Королевский корпус керосин франции, который сформировали на базе бывший гвардейский фон у бельдоверов. Вот из этих солдат, которые называли себя «дом синьоры», насколько это были серьезные вояки, сформировал королевский корпус керосин франции. Королевский корпус драгун франции, ну, соответственно, бывший гвардейский генеральный наполеон, и королевский корпус конус фюзеров франции и шевалерей. Последними командовал генерал Польбер. Тот самый Польбер, он действительно из рода Польберов, знаменитый, так сказать, девяти лет кофе начального управления в льдовике 14, вот его прямой потом, Эдуард Польбер, храбейший офицер, достойнейший офицер, братья его военно-испании, ему, без слов, больше. В 14-м году он переформировал свой полк в королевский корпус шевалежера Франции. Половину полка пришлось выкинуть со скобки. Они даже не получили компенсации. Как получилось? Этот корпус покрывали позже других, уже в декабре 14-го года, для него руки должны. И денег на выклады, хотя бы минимальных послужить. Просто не хватило, чтобы не захотел выглядеть. И одна из тем моего цикла будет посвящена королевской парке Франции в этом году. И не зная то, что бюджет государства был маленький, король восстановит всю королевскую парку образца с середины 17-го года. Во Франции был по имени с королевским журналистом. Коммунная вернодельная. Четыре роты телохранителей. Гарб Дюйко. Рота Дюймей. Рота Рукавана. Королевская полицейская рота. Гарб Дюйвотэ. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. На этот день не ожидали. Солдаты, которые честно выполняли свои долги перед Францией, при отставке денег не хватило. Все эти процессы, как правильно сказал один из современников, бурбоны ничего не поняли и ничего не научились. Все эти процессы постепенно привели к тому, что вот эти самые королевские корпуса Франции становятся центнами, где аккумулируется недовольство восстановившихся королевских властей. Отдельная тема моя будет посвящена возвращению Наполеона с острова Эльбы. И почему оно произошло только триумфально за три недели от чудовища Бонапарта во французских газетах произошла эта информация до его личных императоров Наполеона, которого в Вецке лет не падает. Так вот, эта информация появилась не вдруг, не просто так, а потому, что в течение десяти месяцев, в первую очередь в военной среде, бурбоны, ничего не поняли, что не получившие, сами создали атмосферу, которой только толчка было достаточно, чтобы в власть в рост. И вот средоточие этим самым недовольным как раз и были королевские корпуса Франции. Это был рассадник идей, это было средоточие недовольных, причем не только на словах, не только разговоров в кофейниках, как принято считать, нет. В конце декабря 1814 года Шурин Наполеона генерала Феррора, который был поставлен во главе королевского корпуса конных ядерей Франции, бывших конных ядерей, праздновал свои императоры. Ну, как случилось. У него была очень красивая супруга, и она решила провести небольшое такое семейное мероприятие. Бандет в честь любимого мужа. Нормально все равно. Идея новая. На этот бандет она пригласила не только офицеров с этого полка, но и вообще всех офицеров, которые в этот момент находились в городе Сонюр. Да-да, в самом Сонюр, где сейчас существует Никита, в школе дорогой езды Сонюрский аэропорт. Сонюрский аэропорт. Офицеры собрались в Сонюрский аэропорт. Дом был большой, естественно. Кроме того, арендовали в районном помещении. И если послушать те тосты, которые офицеры произносили во время этого панкета, а были в тот служб, то, в общем, результатом явилось моментальное выведение корпуса этих города, не просто выберем из локации, а в этом другом месте – воразь. Корпус раскидали по деньням, по эскадронам, по ротам, по взорам, только чтобы люди не общались друг с другом. Ну, напрямую разговаривали, чтобы они решились. Любое, по-моему, если честно, это процесс очень деньгозатарный. И как бы нам еще не решились. Но сделать все, чтобы больше и посидел. Ни двух, ни святки организовал. Вообще, все, что связано с кавалерией – отдельная тема. Кавалерийские части, ну, это традиционно, во Франции, в традиционных, в традиционных странах, кавалерий, он служит людей достаться. И постепенно Кавалеровская кавалерия, она стала вот таким вот рассадником молодого кавалерия, которое шло к кавалерию с огромным желанием там служить. Это была, как бы, такая, эллюзия рыцарских времен. Ведь дворей должны служить только в полном союзе. Чтобы пройдут дамы, 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 дамы. Не судьба, но тем не менее. И Кавалерийская кавалерия – это была, как старая традиция рыцарской конницы и после христовых поколков, после столетней войны. Естественно, что традиции вредности своими императорами, в гвардейских кавалерии, активировались в постепенно войны. Мало того, что корпус комнатных деревьев начали гонять, что называется, подушки по банкам, так еще и все остальные корпуса стали периодически перебрасывать с одного местного на другую. И это несмотря на то, что королевское правительство сделало все от себя зависящее, чтобы в окладе этих корпусов встали достойные люди. Я напомню, командой гвардейских кавалерий этими корпусами гавалерийскими был поставлен маршал Нэй Мишель-Нэй, а во главе гвардейских кавалерий был поставлен никто-нибудь, а Николай Шарльл Дино. Но из простонародья, как говорил Нэй Мишель-Нэй, отец маршал Нэй Мишель-Нэй был мастером производства бочек, бочек. Отцом Путинолу был мастером. Нэй Мишель-Нэй был мастером. В Мишель-Нэй помещал блестящую военную карьеру Николя Шарльл, но когда в 1807 году сражение под Фридоном 14-го года, его войска сдержали натиск, а такова уже был войска Кениксона, участник в произведении картины. Верне, сражение под Фридоном, вот снявши шляпу, подъел к Наполеону как раз дивизионный генерал под зиму, то ничего удивительного, что после этого сражения он становится маршалом империи. 27 ран был на теле этого человека. И известно, он женился дважды, первый срок, к сожалению, оставил этот мир. И был даже период, когда близко знавшие генералы люди считали, что он ищет смерти Наполеона. Была очень романтическая история их знакомств, но в общем, он получил то, что получилось. И Наполеону лучше его женичу, как говорится, не потерять военный кадр, не дай его очень ручь на себя, наоборот, эмоционально. И вот, когда состоялся второй брак, то молодая мать Рахнутино написала своей матушке. Мой муж – образец французского воина, но порой ночью не страшно прикасаться к его телу. Оно все в шрам. И вот такой результат, такой воин был поставлен военные королевских корпусов Франции. Понятно, что авторитет его был высочайший, но даже этот авторитет, повторяю, ничего не смог сыграть. Когда в 1715 году стало известно, что Наполеон высыпался в бухте Жуан, первое, что сделали солдаты пеших королевских корпусов, это вывели на своих бляхах армагуры королевского знамя. Им заменили налогие рейхи, Михаила Шапка, на рейхи, это соображение королевских линий. Они вывезли королевские линии и на место этой футки дырки вставили перцветную покарку. Их даже прозвали за это циклопом. Но именно в таком виде маршал Лодино приведет в конце марта, начало апреля 15-го года насмотрен в Париже. И очень долго эти солдаты больше месяца не хотели менять свои налоги, уже даже на императорские налоги, на стандартный перец, Саргон, Сурнанов, они насилили до этого больше десяти лет. Считают, что вот эта вот королевская вляха для высветной национальной токарды есть вязчий символ, не приходящий в преданности Наполеон. Ситуация во Франции 14-го-15-го года, эта ситуация уникальна. В Галяве глубоко убежден, что обычный контактный подход к нашей истории, сравнительный анализ ситуации, почему у нас до сих пор в высших учебных зрениях, к всему же усказанности эпоху Наполеона не подходит. Эпоху надо изучать отдельно. И в первую очередь только и только по документам. В завершение могу вам сказать, что мой хороший коллег, хороший познакомец, Олег Валерьевич Соколов, преподаватель нам Петербургского университета, выпустил ненавидную книгу, которую я всем вам рекомендую прочесть. «Наполеон про и контр». Это замечательная работа. Там нет никакой... Как? Никто никому не навязывает таких книг. Там собрано все, что говорилось и писалось про Наполеона по картам. Начиная с эпохи революции и кончая уже в нашем 25-м эпоху. Читайте документы, анализируйте и делайте выводы каждый для себя, что, по вашему мнению, значит эпоху Наполеона в истории современной России и современного мира. Меня считают. Благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ